Выполнение работ по газификации ряда деревень Калининского района проинспектировал 14 сентября губернатор Игорь Руденя. В ходе рабочей поездки он посетил один из населенных пунктов Славновского сельского поселения. Голубое топливо там появилось благодаря личной инициативе местных жителей. И еще в феврале жительница деревни Савкино Елена Гусакова от имени односельчан обратилась к губернатору в ходе прямого эфира. Люди попросили главу региона помочь с газификацией. Причем они за свой счет подготовили проект. Игорь Руденя дал слово помочь. А теперь приехал проверить, как исполняется его поручение. Угощая высоких гостей на радостях испеченными пирогами, Елена Геннадьевна только успевала рассказывать журналистам о том, как быстро и качественно сработали газовики. Ну вот у нас один день прокопали нам по нашему огороду, который достаточно длинный. Для отопления внутри переварить надо было трубы, под отопление, под воду. На это ушло тоже один день. Строительство межпоселкового газопровода протяженностью более 10 километров между деревнями Славновского сельского поселения было включено в адресную инвестиционную программу Тверской области на текущий год. В июне подписали муниципальный контракт на выполнение работ. Сейчас они полностью завершены. Возможность газификации предоставлена 148 домовладениям, где проживает свыше 400 человек. В перспективе к сетям смогут подключиться еще 130 домов. Трубы наполнены газом. 1,71 километр высокого давления находится под давлением. 4,97 километров среднего давления. То есть газ разведен, находится под давлением. Поэтому осталась только газификация частных домов. Поэтому Газпром по программе будет соблюдать 21-22 безукоснительно. Игорь Руданец со своей стороны отметил не только быстрые сроки, но и аккуратность проведения всех работ. Еще один важный момент – исполнение поручения президента страны о проведении голубого топлива до частных домов на безвозмездной основе. В целом же от газификации выиграют все. Как частные лица, так и вообще весь регион. Мы оцениваем перспективу газификации 2025 года как один из очень эффективных механизмов стабилизации ситуации с демографией и перспектив развития нашей Тверской территории, возрождения сельских территорий и привлечения новых инвесторов в промышленность и сельское хозяйство. Всего в этом году в Тверской области вводят 209 километров межпоселковых и распределительных сетей. Газифицируют 26 населенных пунктов, в том числе свыше 2700 домов и квартир. До конца 2025 года голубое топливо появится во всех муниципалитетах Верхней Волжи.